Чемпион мира и чемпион Европы Кирилл Чипизубов сегодня у нас в гостях это новости спорта меня зовут лада дудко привет кирилл ты чемпион мира и чемпион европы не будем далеко ходить вокруг да около расскажи про эти мировые соревнования где они проходили какое было твое психологическое состояние твой настрой в общем рассказывай все потому что люди которые далеки от спорта им все таки тяжело передать эти эмоции расскажи что ты чувствовал в этот момент привет вот начну наверное я с первой своей европы 2019 в девятнадцатом году она была в Израиле вот поехали мы туда по возрасту 12-18 лет первенство ехали мы туда под первым номером участвовало два состава страны смешанных парах вот в которых стою я и мы прошли в финал и выиграли но я не знаю даже как вот из конкурентов сильных наверное были это англичане и Израиль это твоя первая поездка за границу нет не первая я в качестве туриста еще посещал другие страны но то в качестве спорта как это когда ты приезжаешь за границу и ты понимаешь что ты защищаешь российский флаг у тебя на груди какие-то эмоции вызывает в целом очень непередаваемая атмосфера атмосфера вот как бы чувствуешь какую-то ответственность что ли за свою страну но выступать было довольно таки легко вот то есть выступал я в удовольствие без переживаний каких-либо вот как говорится в кайф теперь расскажи про первенство мира может быть как-то поменялось твое психологическое состояние после того как ты легко прошел европу и как ты подготовился на мир поездка на мир была у меня в предвкушении потому что я очень хотел снова получить те эмоции которые получил на европе вот подготовка туда было немного сложнее потому что были травмы вот но в целом получилось выступить там хорошо с некоторыми трудностями конечно не знаю мне мне понравилось ну расскажи как это как это приезжать обратно в россию на родину с титулом чемпиона мира ну расскажи про свои эмоции обычные люди они не знают что это такое ну эмоции от победы наверное только в первые дни после того как ты выиграл соревнования потом когда ты сюда возвращаешься ты снова попадаешь в эту рутину спортивную спортивной жизни когда ты тренируешься и и у тебя ничего не поменялось в принципе как бы ты как был спортсмен так и остался кириллу ты высококлассный профессиональный уже спортсмен теперь рассказывай нам как ты пришел в этот вид спорта его можно сказать буквально зажег изначально я занимался боевыми видами вот рукопашный бой айкидо карате то есть я перепробовал себя во многих видах спорта но так как моя сестра занималась художественной гимнастикой в детстве и стала чемпионкой южного федерального округа она после своей спортивной карьеры и после учебы в университете стала хореографом в спортивной акробатике как интересно и ты сразу по стопам сестры не сразу я не хотел заниматься вот она тебя прямо взяли и сделали из меня гимнаста художественного потому что меня очень сильно растягивали и ну и вот как-то я не знаю были противоречия я прям очень сильно не хотел заниматься и потом в один момент как-то втянулся стал выигрывать город край и в итоге благодаря сестре я оказался здесь вот она помогла сюда попасть и меня здесь приняли тренеры кирилл а как вот пройдя спустя столько противоречий ты смог дойти до вот такого уровня в кураж наверно попал стало интересно стало нравится стало нравится побеждать вот этот вкус победы ну ты тренироваться тренировочный процесс стал приносить удовольствие вот как раз давай поговорим про твой тренировочный процесс ты профессиональный спортсмен какая у тебя рутина ежедневная день сурка у меня я просыпаюсь иду на тренировку после тренировки иду домой обедаю ложусь поспать просыпаюсь и до петь на тренировку это самое частое что встречается у спортсменов как ты справляешься с тем что у тебя повторяется одно и то же как ты себя мотивируешь наверное ожиданиями к соревнованиям вот но у тебя не бывает такое что ты например неделю потренировался вторую месяц 2 все одно и то же и все соревнований нет и нет может быть их там перенесли еще что-то у тебя немножечко вкус пропадает да нет такого нет потому что помимо тренировочного процесса еще у нас есть и шоу акробатические здесь и приглашают выступать в различные места на различные мероприятия вот шоу немого мы выступали алексей немого и соревнования тоже они как бы почти друг за другом идут то есть нет такого что там больше двух месяцев нет соревнований то есть у нас сейчас появилось очень много турниров помимо то что были международные вот типа мир европа сейчас в россии это все компенсируется тем что появляются внутренние такие игры вызвали ген тут у нас были прекрасные соревнования которые по организации наверное были очень похожи на чемпионат мира кирилл я знаю что у тебя недавно появилась напарница немного младше тебя есть 16 лет расскажи как это работать в такой маленькой но уже можно сказать команде я до этого выступала на мире на европе с другой девочкой с александрой бублик и она закончила свою спортивную карьеру сейчас выступает в цирке вот и я у меня как раз пыла травмы очень серьезная я оторвал себе суставную губу в плече вот я сделал операцию и тренер меня спросил говорит ты хочешь продолжить потренироваться еще там какое-то время я говорю что дать вот у меня еще есть желание и вот тогда мне вот привезли девочку новую анелия и вот с ней мы буквально в сентября стоим в составе и уже в башкирию мы съездили на соревнования все российские выиграли и сейчас съездили в дубай на соревнования тоже вот там было несколько стран нидерланды англия и еще кто-то не помню вот и заняли второе место анели 16 лет ты чувствуешь разницу в профессионализме в каких-то может быть навыков все-таки ты постарше и у вас различается время занятий вообще в принципе акробатикой но в профессионализме наверное разницы не чувствую вот в плане наверное какого-то отношения к тренировкам потому что все-таки постарше как так этому более может быть ну мне так кажется отношусь посерьезнее хотя анелия очень такая требовательная сама к себе вот то есть в принципе даже может быть в этом тоже нет разницы это я так со своей колокольни смотрю даже у тебя есть какие-то тренерские возможно задатки ты наблюдаешь можешь сказать есть у нее потенциал тем более я уверен наверняка ты ей очень много моментов подсказываешь и прочее она многому в плане наверное подсказываю в плане к отношения к тренировке и выступлением на соревнованиях как относиться вот потому что я-то уже повыступал на как так сказать на мировой арене анелия только-только начинает вот у нее есть регалии внутри страны но на международные соревнования такого масштаба на не выезжала то есть вот мы начали тему как раз можно сказать психологической психосоматической подготовки это для спортсмена очень важно расскажи вот что ты рассказываешь аннелии как ты сам подготавливался вот именно со стороны психосоматики не задрать нос грубо говоря и не ходить что не рассказывать что я приехал и теперь я чемпион мира продолжаешь также усердно тренироваться как ты с этим справляешься вот и я как раз таки хотел сказать то что чемпионат мира в принципе ничем не отличается других соревнований даже в плане конкуренции там проще потому что внутри страны конкуренция намного выше и соперники намного серьезнее вот но ничего такого я и принципе не рассказываю просто то что там не стоит переживать все то же самое что и здесь не страшно звездная болезнь мне я думаю нет ты мне уже говорил про травмы давай более подробно поговорим про них к сожалению часто спортсмены с этим сталкиваются вот уже проговорил про травму плеча расскажи может быть у тебя какие-то были еще травмы серьезные и как ты психологически с этим опять же справлялся потому что после какого-то может быть операционного процесса ты хочешь не хочешь но ты боишься себя подставлять еще раз под какие-то тактические неверные движения ну вот что касательно травм вот из прям серьезно серьезных это у меня вот здесь крючковидная кость была тоже просто из-за тренировочного процесса она начала рассыпаться вот от нагрузки и мне ее хотели менять на титановую вот ну как бы я просто сказал что сам справлюсь надели мне гипс отходил какое-то время даже тренировался с ним и получилось что все со сама заросло потом я порвал себе плечо выполнял элемент категории ультра си называется китайский кувырок и там у меня выскочила плечо и разорвалась вот после этого мне сказали сделать операцию естественно что я сказал что нет я попробую так и я грубо говоря просто закачал его она перестала болеть какое-то время год я от выступал еще и просто на банальном движении она снова у меня порвалось ну она как бы не заросло она снова выскочила и травма так сказать обновилась это рецидив да и после этого я уже понял что надо делать операцию потому что это не очень приятное ощущение который испытал конечно это неприятное ощущение кирилл вот после рецидива как ты выходил снова на тренировки как как ты вообще себя чувствовал но ведь это страх он постоянно тебя преследовал наверняка я старался относиться к этому наверное со своей профессиональной точки зрения что я все-таки как-никак чем пол мира и мне надо ну я думаю я с этим справлюсь вот как бы выходил прогнозировали что восстановление будет примерно 6 месяцев но я уже через два начал тренироваться то есть я полностью вернул мобильность руки о своей и вот сейчас как бы вообще ничего не беспокоит спасибо врачам тоже классно сделали операцию как бы не знаю все гладко прошло ну все психологические моменты связанные с травмами ты прошел и это отлично теперь немного поговорим про саму акробатику расскажи как у вас все строится то есть может быть у вас подписанные контракты ты член сборной как у вас все это спонсируется потому что вот молодым спортсменам которые посмотрят твое интервью они явно кто-то еще маленький занимаются и подумают я хочу стать профессиональным спортсменом но как это будет окупаться расскажи про это и как здесь этого не материал да и как здесь это развивается ну контрактов как таковых нет просто начинают приглашать на различные шоу выступать в качестве гостей естественно там платят зарплаты есть ставки так называемые в спорте у нас вот то есть ты выигрываешь какие-то соревнования тебя ставят на ставку и ты получаешь зарплату грубо говоря вот на протяжении определенного срока в среднем это год наверное от соревнования до соревнования на чемпионате россии ты выиграл и до следующего чемпионата россии ты получаешь деньги то есть это не зависит от местонахождения спортсмена где он тренируется конкретно просто может быть такое что ты условно говоря переедешь в москву и там тебе просто потому что тебе предложат там какой-то контракт я думаю нет только может быть зависит от каких-нибудь губернаторских премий вот именно региональных а так такого нет то что ну как бы ставка она есть ставка российская везде кирилл твои амбиции в спорте очень высоки что ты планируешь в акробатике дальше до какого уровня ты хочешь дойти ну я так не могу сказать ну не знаю какое-то соревнование по типу олимпиады есть у тебя такая цель ну конечно всемирные игры у нас не олимпийский вид спорта у нас всемирные игры это так как сейчас закрыли границы с этим не не знаю пока как будет вот хотелось бы там конечно выступить но ты несмотря на свои заслуженные уже рекалий молодой спортсмен тебе 21 год расскажи ты учишься да я учусь в российском государственном университете спорта в гургувке ты учишься заочно нет я учусь очень важно как ты все успеваешь по возможности посещаю университет где-то беру задания какие-то дополнительные то есть ну в принципе как я думаю все делают вот сейчас уже заканчиваю четвертый курс диплом вот и дальше пойдут магистратуру то есть я правильно понимать ты пошел на тренера да почему выбор пал именно на тренерскую деятельность я думаю что так как я в спорте неплохо разбираюсь я думаю от этого далеко не надо уходить тебе именно работа с детьми привлекает как-то или или ты просто не хочешь отходить от спорта далеко просто не хочу отходить от спорта ну в любом случае я же смогу получить какое-то дополнительное второе образование которое я хочу вот но в плане того что вот тренерская тренерский факультет мне принципе не мешает именно к тренировкам да потому что на первом месте у меня сейчас стоит но спорт в любом случае на первом месте стоит то есть потом учеба потом все остальное кирилла какие у тебя хобби помимо спорта развлечения как ты отдыхаешь по-любому должна быть какая-то релаксация после тренировок потому что очень устаешь это неимоверный стресс на самом деле как ты отвлекаешься очень люблю баню вот посещаю баню в раз в неделю это либо суббота либо четверг из хобби наверное пробую себя в чем-то новым вот такое наверное хобби у меня пробую снимать видео пробую вот сейчас хочу попробовать провести несколько мастер-классов а какие спортивной акробатике так сказать поделиться опытом который у меня есть и наверное еще вот наверное медийная какая составляющая пытаюсь потихоньку начинать мастер-классы на интернет нет именно очень такие а то есть ты прямо сюда ваш спортивный комплекс можешь привести людей там либо так либо приехать кому-то вот именно в какой-нибудь гимнастический центр и провести там мастер-класс то есть по сути начинать уже потихонечку свою ну да надо потихоньку пробовать бытует мнение что спортсменов очень заряжает музыка многих расскажи что тебя заряжает музыка и вправду играет у меня очень важную роль в жизни потому что каждое утро начинается вот я просыпаюсь и первым делом что это делаю это включая музыку я то есть по сути один из твоих обрядов успешных выступлений это музыка ну я думаю что может еще что-то какие-то секретные есть волшебные махинации которые ты проводишь и так спокойно выходишь и даже не чувствуешь разницы между чемпионатом мира и европы я не знаю я может быть перед выступлением еще люблю подурачиться как-нибудь очень попрекала расслабиться психологически да да то есть как бы просто разгрузка такая чтобы там не выходить не нервничать спектр эмоций полностью пустой у меня то есть проще выходить не заряженным не не прямо сидеть в себе с холодной головой просто ты как бы опустошил себя и спокойно пошел сделал свою работу на которую ты его натренировался грубо говоря сколько лет твоего стажа в акробатике так ну шести лет я тренируюсь 15 лет я в спорте вот именно профессионально вот начал выступать это первенство россии у меня начинались 2018 году с 18 года я вот именно прям серьезно-серьезно занят а вот реакция родителей на то что ты плавно с детства с детского уровня перешел на профессионализм понятное дело они были наверняка рады какова их поддержка и роль в твоем становлении поддержка конечно колоссальная от них была вот как благодаря им я здесь тоже оказался благодаря своей сестре благодаря маме папе братьям своим то есть они поспособствовали тому чтобы я оказался там где я оказался кирилл спорт профессиональный очень связан с повседневной жизнью у тебя есть какие-то уроки которые ты извлек именно может быть в тренировочном процессе и перенес их в жизнь ну моя любимая фраза то что нет ничего невозможного это точно и спорта понял потому что некоторые элементы или вещи которые казались для меня просто нереальными я смог вот и как бы в жизнь я считаю тут что тоже получится сделать все что ты хочешь какие самые ближайшие соревнования вас ожидают ближайший турнир это кубок гургенидзе вот это турнир в честь отца наших тренеров тоже был главным тренером сборной команды россии сейчас его делом занимаются сыновья те эти мурас и реваз вот конкретно я тренируюсь у реваза вот будем выступать на этом турнире и попробуем сделать наверное все все что мы подготовим можно вот потом у нас будет чемпионат россии на котором бы хотелось конечно занять первое место тоже ранее рассказывал про поездку в дубай расскажи как за границей реагирует на русских спортсменов сейчас в нашей ситуации ну мы когда туда приехали первым делом мы пошли туда на тренировку и на тренировку на тренировочный процесс этот пришел так сказать владелец залов дубаев которые нас пригласили выступать и он был мягко говоря шокирован наверно тем что российская акробатика показывает вот то есть как бы с нами там очень много фотографировались были в под большим впечатлением потому что сказали что это что-то нереальное впервые ты встречаешься с тем что зарубежные тренеры поражаются уровню российской акробатики нет так было всегда потому что российская акробатика на самом деле самая наверное сложная самая красивая потому что здесь реально работают профессионалы своего дела а в чем отличие почему такой разбег сильный между зарубежной и российской как ты думаешь в чем в чем вот это вот именно изюминка отличие в том как подходит к этому делу здесь и так как подходит к этому делу там кирилл многие спортсмены юные посмотрят твою интервью наверняка захотят пойти неважно в любой вид спорта может быть так же как и ты в акробатику какие у тебя есть для них советы занимайтесь спортом ребят любым было бы приятно чтобы они пришли спортивную акробатику потому что этот вид вид спорта последнее время набирает очень большую популярность вот недавно проводил мастер проводили мастер-классы на в днх и очень большое количество людей которые там были были очень заинтересованы тем что происходит вот на этой выставке именно в плане блока акробатики но вот это очень интересно как ты думаешь почему акробатика стала набирать такие большие обороты наверное потому что медиа пространство стала больше интересоваться этим и стала показывать то что происходит то есть возможно через какое-то время футбол всеми так любимый хоккей отойдут на какой-то дальний план и может быть акробатика воспрянет я не думаю что прям так что футбол отойдет на второй план я думаю что акробатика в ближайшем времени станет настолько популярным видом спорта как художественная гимнастика и спортивная кирилл мы с тобой разговаривали про советы ты сказал в общем про спорт а какие рекомендации у тебя будут именно для акробатов маленьких слушайте своего тренера и доверяйте ему полностью то что верьте его словам кирилл спасибо тебе большое за то что нашел время пообщаться с нами в своем плотном графике желаем тебе успехов побед и еще много-много завоеванных кубков и медалей спасибо большое мне было тоже очень приятно у нас в гостях был чемпион мира и чемпион европы по акробатике кирилл чипи зубов а это были новости спорта меня зовут влада дотко